Здравствуй, дорогой зритель! Посмотрим сегодня новую игру Terra Invicta от разработчика знаменитого мода Long War для XCOM и издателя Hooded Horse. Игра уже находится в стадии позднего тестирования и ожидается во втором квартале этого 2022 года. В основе сюжета вторжение инопланетян, ну конечно, разработчики модов под XCOM любят вторжение инопланетян, которая делит Землю на 7 различных фракций. У каждой фракции свои интересы, и игрок должен выбрать одну из этих фракций, чтобы выполнить две цели. Во-первых, объединить Землю, чтобы собрать все ресурсы под одним контролем, и во-вторых, выйти в космос и дать отпор врагу. Соответственно, у нас первый слой игры это геополитика, а второй слой это тактические битвы в космосе. Цели у фракций могут быть самые разные. Есть фракции, которые хотят подчиниться инопланетянам, есть те, кто хочет их уничтожить, есть кто-то, кто просто хочет сбежать с Земли, кто-то хочет с ними мирно сосуществовать, кто-то хочет попытаться с ними сделать союз. Так как это гранд-стратегия, то в космосе игрок выбирает свой путь самостоятельно. Кто-то может перехватывать корабли в свое удовольствие, а кто-то может собрать флот и отправиться сразу за материнским кораблем пришельцев. В этих битвах не будет простого экрана с результатами, сколько кораблей вы выставили, сколько потеряли. Вам придется командовать действиями флота максимально близко. Рассчитывайте наносить урон противнику и терпеть горечью трат от каждой потери. Но вообще в игре не обязательно будет бороться против пришельцев. Вы можете выбрать фракцию, которая стремится распространить их фауну по всей Земле. А может быть вы просто подумаете о том, что хаос, который они создадут, поможет каким-то вашим личным целям. И вот мы наблюдаем, как пришельцы разрушают крупные мегаполисы, а над Розвелом летают светящиеся огоньки. Это был анонсный трейлер. А у меня еще есть порядка 30 минут геймплея, касающегося геополитики и примерно столько же, касающегося космоса. Там никаких комментариев от разработчика нет, поэтому я сейчас какие-то моменты оттуда повырезаю. Если понравится геополитика, обязательно поставь этому видосу лайк, напиши комментарий, и я тогда соберу такой же из космических эпизодов тоже. Что у нас тут есть? Есть глобус, конечно, поделен на страны, и эти страны надо объединить как-то в общее мировое правительство. Так как у нас фракция транснациональная, состоящая из разных деятелей науки, культуры, армии, полиции, политиков всяких разных людей, то чтобы им какие-то свои миссии выполнять, им приходится летать. Вот мы видим, как агенты перемещаются из страны в страну и выбирают в нижней части какие-то виды операций. Это мне напоминает историю про Secret Government, где мы тоже там своих тайных братьев отправляли по странам, и они в пределах страны творили всякие темные делишки. Вот здесь у нас примерно то же самое и будет происходить. Причем даже глазик вот в этих оранжевых ромбиках такой же примерно символ тайного братства. Происходят различные события. Обнаружен, вот написано, планетный флот, доклады об операциях, о всяких миссиях. Также нам доступна тут наука. Вот написано, что есть новый проект для исследований. Есть квесты с решениями. Три варианта ответа нам дается тут. Есть выбор национальной политики для земель, которые уже удалось объединить. Опять возвращаемся к науке. В этот раз показывают нам какие-то глобальные исследования. Назначение разных советников. Причем у советников есть свои особенности, которые покупаются за экспу. Плюс у них есть отношения с различными организациями, которые опять же покупаются. Показывают нам экран с противниками нашими. Шесть фракций, с которыми мы боремся. Здесь можно посмотреть их лидеров, их цели, условия для их победы, ресурсы, которые есть у них. Советники, но советников, наверное, только разведанных будут показывать не всех подряд. Какие-то их связи, технологии. Ну, в общем, вся информация, которая может быть полезна игроку для того, чтобы одолеть врага. Ну и далее мы уже начинаем ходить по кругу. Нанимаем новых советников, агентов своих, отправляем их в разные страны, даем им разные миссии. Обнаруживаем вражеских агентов, опять же, даем им миссию по устранению этих агентов. Это все было в Secret Government. Там, конечно, это довольно быстро надоедает однообразие, потому что миссий немного. Здесь вроде как бы миссий сильно больше, и опять же, это только половина игры. Хотя вот еще видны какие-то танковые соединения в Европе. Может быть, здесь может начаться тоже война, но, опять же, в той игре тоже это было. Может быть, за счет того, что миссий больше, за счет того, что больше разных квестов, и именно за счет того, что цель всей вот этой вот суеты на Земле, она как-то покрупнее, чем просто одну страну там раздавить или возвысить, то, возможно, это все будет играться интереснее. Но, конечно, и не стоит забывать о том, что 3D-битвы тактические в космосе, причем корабли так неплохо нарисованы, тоже имеет немалое значение. Так что, если хочешь посмотреть детальный геймплей про космические битвы, пиши об этом в комментариях, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Спасибо за просмотр и пока!